вот это вот видите какой цвет абрикосов и сразу несколько диагнозу поставить и млесный блеск вот они были видите и скажут срочно поливать мысистая роса всего на плетут вот у не блеск он вот у нас а смотрите видите а я вам скажу почему не потому что дерево просто взяла заболел а потому что ему солнце не хватает этого солнца нет с востока вот там восток его нет в полдень видите и только сейчас вон оно солнце сейчас где-то 4 часа вечера вот сейчас только на него солнышко попало и самое обидное что их очень много этих назвать их дурацкими обижаются вот называть и глупыми тоже обижаются но чего глупее когда говорят а мысистая роса а млечный блеск а срочно прыскать да не делать ничего не надо у них не хватило солнца вот это дерево единственное которое было вроде бы это болезнь я говорю нет у меня болезни и это не болезнь это последствия болезни последствия целый день вот из-за этой беседки нету солнца целый день только когда начинается вечер сейчас четыре часа вот тогда к ней немного попадает солнце да это не им всего лишь немного а вот там она вылезла туда наверх и там уже нет никому легче блеска запомните друзья я обязан это говорить это мой долг я сейчас закончу этот фильм еще фотографии сделаю месяц беседка чтоб понимали не занимайтесь глупостями все эти бесконечные болезни придуманы чтобы впарить вам все эти и самое ядохимикаты и прочее фунгициды вот для чего я в отчаянии говорю а шел я в беседку я уже забыл я уже забыл поговорить о том что случилось а случилось страшное по всей россии меньше всего пострадали мои сеянцы моих абрикосов первых лучших все абрикосов вот саженцы и вот получилось следующее потери огромные меня завтра вебинар завтра будет 3 июня я об этом буду рассказывать в этот год если подводить итог ну как можно подводить итог в начале июня но итог по еще не а еще не везде заморозки прошли страшно это вещи ребята страшно я что мы должны сейчас делать мне говорят укрывать не укрывать а я знаю укроешь сгниют не укроешь сейчас только меня это звонили что же делать то опять заморозки обещают я уже там расспрашиваю узнаю какой регион потом даю советы общий совет садягуще бери больше садягуще отдыхай пока растут чем хорош этот сад сейчас мне сказала позвонку товарищ один по моему женщина нет нет один из наших как бы у нас же все кто обзывает нас как бы сектат назовем его по имени николай вот он сказал появились появилась на абрикосов для и на еще на чем-то на пешке на пешке окажется вот или на череснях еще на чем-то вот а у меня никогда и не было ну что это значит деревья больные ну как больные вот так на здоровое дерево ничего не нападает сколько я водил годами вожу 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 показываю крупный план абрикосы вот они кроме вот этого несчастного с млечным блеском вот абрикосы абрикосы вон они груша сумасшедший вырожай будет груш завязались тысячи опять ветки ломаться будут вот и ни одной тлинки сказать что я их это калечу уже не могу я их отпустил на пенсию с этих деревьев черенки я уже не беру вот не ухаживаю тли нет вот чтобы там слож сплошь поедались они этими самыми насекомыми ну давайте глянем далеко ходить не буду у меня уже ноги не ходят видите и ведь дерево не это не молодое полюбуйтесь на него вот и дерево столько пережило ему скоро 30 лет он они сухие ветки посмотрите а что делать вот но больным она не стала стареет но вот ближе подошел ну где дыр где где где-то о на 1 нет 2 ну всем как кушать хочется это значит что дерево без ли без дыр практически редко редкая дырка вон одна и две все отсюда вижу всего 2 всего 2 всего 2 вот дальше примеры приводить вот но это ладно а может вещь надежная давайте еще глянем вы даже не поверите что это абрикос он меня мучает знаете сколько лет на нем плодов нету все жду это сеянец этот сеянец я выделил из субродского знаете почему и как то поскольку сегодня листья неправильно посмотрите это я люблю извините люблю поговорить вы видите показать вам нормальные листья сейчас еще раз возвращаюсь и показываю абрикос классический амур с нормальными листьями убедились как они должны видели а это вот меня в этот дерево убило я пересадил вот с того участка именно из-за того что у нее необыкновенный лист гены чего-то может быть сливы может персика но как это случилось а это косточки прислал броски царство ему небесное и теперь я жду урожай и жду хуже ну вы знаете как долго сеянец его ждать она молодой это дерево ему лет шесть наверно вот там растет диким это не диким то есть не слова дикар не подходит и диким бешеный рост смотрите какой уже пересажено было ну че дождемся мы с вами брожая только из этих листьев необыкновенных я его держу и жду чуда ну хватит на сегодня вот где-то минут 15 поговорили показать груши сумасшедшим морожаем вот сейчас их плохо видно солнце мешает солнце мешает солнце мешает солнце мешает солнце мешает вот они а груши крупная некоторые не крупные некоторые огромные ладность рано хвостуса начал надо подождать так и наверное пока все как оттуда снимать высоты груши падать будет разбиваться а я буду еще до это да 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 гневать и вам продавать в виде семечек напоследок скажу где-то даже с обидой в этом году я мог заработать на семечках груш вот лесная красавица лада воронинская сладчайшая десертная вот среднерусская груша латинковая вот вот она мраморная и что вы думаете ничего мне не получилось вот гости попомните мои фильмы гости ведро за ведром ведро за ведром вот и я мало заготовил что случилось когда ближе к весне это март апрель мне вдруг начали трясти подайте семечки груш вот так так что в этом году опять придется душа разрываться и людей угощать надо и груш заготовить на семена вот поплакал сад то маленький большой сад 5 гектаров тютюк канулу лету вместе с мотоциклистами которые его сожгли вот а я все знаете что чем закончил вот именно этот самый грустный разговор грустная жизнь вот грустно за страну которая вот они с другой стороны показывают это же абрикос с млечным блеском вот с мучнистой росовой как хотите называйте а вся причина в том что он в тени даже сейчас уже пять часов скоро будет нет 5 не будет 4 с копейками вот и даже сейчас он в тени вот причина не в это не морщи людям голову не выдумывайте эти болезни это следствие болезни то есть это же как комикоз манилиоз вот то есть это же как парша то что мы называем раком черным раком каким угодно раком все это последствия с этим бороться бесполезно один из моих постулатов одно из моих мировых от уничтожать детей с помощью этих ядов только потому что им надо на них заработать никто не знает причины невозможно вылечить дерево сложным диагнозом ни одной из этих десятка миллионов не вы лечили не вы лечили ни одной из десятков миллионов придумать такое бороться с грибами идиотизм полнейший ну что делать ведь никто же поправить не может я один на всю планету ну что же ты будешь делать ради чего ради того чтобы маленькая часть зарабатывала отравляя миллионы людей ради этого вот это людей держит в не в это самое в темноте в невежестве вот внушают им ненависть к грибам ненависть совершенно нет безобидным ненависть к муравьям ненависть ни с ним скелетным веткам каждая веточка которая неправильно якобы растет вот ненависть попутно уничтожает грибы это почве почве уничтожает муравьев и этих самых червей уничтожает все это население бактерия которая является частью основой всего живого на земле только ради торгашей только ради кто людям правду скажет ну что надо замолкать до свидания друзья или что или хватит уже тема такая грустно мне вот показываю вот эти вот больные листья и никто понять не может что пока если только беседку эту убрать вот тогда они сами выздоровеют исчезнет этот млечный блеск и это и мучнистая роса все исчезнет если убрать эту беседку телеканал усадьба показали дерево которое посадили растет и вроде бы ведущая постоянно вроде бы она считается опытная но зачем она показала 40 сантиметров от сплошного забора посадила дерево но разве может она вырасти здорово все друзья я замолкаю вот на сегодня достаточно два кино я снял